И это правда. Пиротехника уже в продаже. Юные покупатели не ждут праздников. Приобретают бомбочки и салюты не для того, чтобы повеселиться на Новый год. Им хочется поразвлечься сейчас. То, что они пугают прохожих, подростков еще больше раз задуривает. Дети, особенно маленького возраста, в большом количестве скупают петарды, бросают под ноги вечером прохожим прямо с балконов. Абсолютно не думая, что эта петарда может попасть на соседний балкон с последующим возгоранием. Абсолютно не думая о том, что внизу могут идти люди, которые страдают сердечными заболеваниями. Недавно я выходил вечером в парке на Цветном бульваре. Дети же не просто жгут эти петарды, они засовывают их в бутылки по несколько штук, зажигают и смотрят, что из этого получится. И хорошо, если разорвавшаяся бутылка никого не поранит. Но случаев травматизма много, поэтому Управление гражданской обороны и защита населения просят родителей не закрываться от проблемы, а усилить контроль за своими детьми. В школах по поручению главы города планируется провести родительские собрания на данную тему. В Сочи из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий произошло три пожара. Одно кафе у нас в Лазаревском районе практически сгорело от использования пиротехнических изделий, залетело туда. Потом один ребенок получил ожоги, потому что на нем загорелась одежда в результате использования пиротехники. И точно так же в результате попадания петарды загорелась квартира, и человек получил травму, ожоги в результате пожара. Специалисты напоминают, при покупке пиротехники надо обращать внимание на срок изготовления и при использовании четко следовать инструкции. Нельзя забывать нашумевшие истории с пермским клубом «Хромая лошадь», когда погибло 156 человек. Соответственно, и взрослым надо помнить о том, что пиротехнику можно использовать только на улице, но не в закрытом помещении, с соблюдением всех норм безопасности. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.